Лица Театра – это подкаст о тех, кто работает, выступает и сотрудничает с Татарским театром оперы и балета имени Мусы Джалиля. Добрый день, меня зовут Алина Раджабова, и вы слушаете и смотрите подкаст Лица Театра. Сегодня мы побеседуем с заслуженным артистом России, ведущим телепередачей «Абсолютный слух» на канале «Культура» Геннадием Яниным. Геннадий, здравствуйте! Здравствуйте! Геннадий, мы очень рады видеть вас в нашем театре, на нашем фестивале. И, конечно же, мой вопрос будет немножко банальный, начну издалека. Как и почему вы решили заниматься балетом? Чья это была идея? Такой довольно традиционный вопрос. Но вот, знаете как, представьте себе десятилетнего мальчика, который подходит к родителям и говорит, «Отдайте меня, пожалуйста, в балет». Ну, конечно, этого не было. Безусловно, это была родительская затея. Я хотел, как все мальчики моего возраста, бегать, играть и более ничего. И кто-то из сослуживцев моей матушки обратил внимание на то, что такой довольно подвижный ребенок. Да, и еще я хотел бы сказать, что вот в те поры, о том времени, о котором мы сейчас говорим, тогда было естественным, что все дети чем-то занимались, в каких-то кружках, спортом всевозможным, танцами, музыкой. Поэтому я тоже, как все, занимался какими-то там танцульками и спортом. И вот мама решила попробовать отдать меня в балетную школу. Чтобы вы представляли, что такое был балет того времени, то время это где-то начало 70-х прошлого века. Это такой, знаете, выход в стратосферу. Это совершенно другой мир. Я рос в небольшом подмосковном городке. И, конечно, ничего яркого, интересного там получить вряд ли было возможно. И поэтому моя мама решила попробовать и отдать меня в эту балетную, знаменитое балетное Московское училище. Таких заведений тогда в Советском Союзе было крайне мало. Пожалуй, вот Московское хореографическое училище, СМШ, Центральная музыкальная школа, ну и вот еще там не более чем Суворовское училище. Прям наперечет. И, приехав туда, я довольно легко поступил, несмотря на огромный конкурс, на огромную популярность балетов в то время, за что большое спасибо моей маме, не прогадали. Расскажите о временах учебы в Московском хореографическом училище. Учиться было легко. Знаете, как вот попал туда, куда надо. Было достаточно данных. Не могу сказать, что они были какие-то занебесные, экстраординарные. Нет, обычные данные, которые на тот момент были приняты в мужском балете. По общеобразовательным предметам все давалось легко. Все как-то было, знаете, как вот шутя. Все 8 лет прошли в каком-то постоянном легком празднике, а еще в связи с тем, что жил я в интернате, и благодарю за это моих родителей, что они меня избавили от вот от ежедневной езды туда-сюда, которая, безусловно, убивает и здоровье, и эмоциональную составляющую. Поэтому я жил там, где учился, и это были, ну, конечно же, лучшие, одни из лучших лет моей жизни. Я вспоминаю с благодарностью и всегда с улыбкой. У меня было прекрасное окружение, и вот так сложилась дальнейшая судьба всех моих одноклассников, многих и однокашников, что многие из них, ну, добились каких-то серьезных успехов в балете. Вот просто назвать несколько имен, ну, например, Владимир Малахов, Алексей Ратманский, Юрий Бурлака, Народная артистка России, Наталья Ледовская. Это все вот мои... Ну, это так вот первое, что приходит на ум. Там Айдар Ахметов. В общем, мне есть чем погордиться в своих одноклассниках. А как жизнь в дальнейшем распорядилась? Куда вы потом пошли после училища? После училища я попал... Говорю термином, знаете, вспоминаю Раневскую, которую как-то спросили, расскажите, как вы поступили в театр? Она говорит, дорогие мои, в театр не поступают, а попадают, как под трамвай или в сумасшедший дом. Так вот, я попал в театр Станиславского и Немировича Данченко, музыкальный московский театр. Замечательный театр, который на тот период, о котором я рассказываю, он переживал свой очередной расцвет. Я вот сейчас уже жизнь показала, что это был явный расцвет, один из периодов расцвета этого театра. И я там проработал довольно долго, 9 лет. И вспоминаю очень с благодарностью, потому что этот театр создавался как изначально, как альтернатива Большому театру. И в тот момент, когда я пришел, вот эта альтернативность, она во многом сохранялась. И придя в Большой, я принес с собой вот то, чему я научился в театре Станиславского. Ну, это было очень полезно, очень полезно во многих ролях. В 95-м году вас приняли в трупы Большого театра. С каких партий начинался ваш творческий путь? Приход в Большой театр, вот сам момент просмотра у меня всегда такое вызывает, такое волнение, потому что тогда мне был задан худруком балета, это был Вячеслав Михайлович Гордеев. Я пришел на просмотр, он меня отсмотрел, дальше пригласил, чтобы побеседовать к себе в кабинет. И после урока я иду за ним, вдруг он останавливается и задает страшный вопрос. Сколько тебе лет? И несмотря на то, что в тот момент мне было 27 лет, 27 лет в балете, это, ну, если не преклонный, то весьма-весьма солидный возраст. И начинать с нуля, начинать в новом театре в таком возрасте очень непросто. И, безусловно, ему было интересно, как руководителю, насколько перспективным является вот этот танцовщик. Я так... Мне было три дня до дня рождения, я сказал, 26. Все-таки годок доскостил. И, конечно же, он меня спросил, а что ты хочешь, что ты предполагаешь танцевать в этой труппе? И я назвал партии, которые, в общем-то, которые и исполнял после этого, потому что это партии второстепенные, часто характерные, во многом трюковые. Понимаете, как никогда не обольщался по поводу своего экстерьера. Есть понятие в балете, очень серьезное понятие. Экстерьер и амплуа. Я считаю, что, к большому сожалению, в последнее время оно очень во многом размыто, понятие амплуа. И вот мне приходится наблюдать иногда, что люди просто танцуют то, что им не положено танцевать. Например, вот если взять оперу, ни один бас не возьмет исполнять теноровую партию. Но у нас такое, к сожалению, происходит. Поэтому вот оно так и выглядит, как если бы бас спел Арию Ленского. Но у вас более 40 партий, как сказать, в творческой деятельности. Какая из них, она вам ближе всего? Наверное, я не смогу сказать так однозначно, какая ближе всего. Ну вот начать здесь, наверное, можно с того, что всегда было интересно, мне лично было интересно, не только танцевать, а играть. И во время, в танцевальных партиях, и чисто мимических партиях. И, конечно же, среди моих любимых партий нет ни одной танцевальной. Это не вставное ПДД из Жизели, это не золотой бажок. Это партии, в которых можно было что-то сыграть. И одна из самых любимых, поначалу, знаете, как они делятся на периоды? Как у Пикассо. Розовый период, голубой период, кубизм и так далее. Вот одной из первых партий, которые мне было особенно приятно исполнять и войти в эту партию, это партия Феи Карабос, спящей красавицы. Во-первых, она была не похожа ни на что из того репертуара, который я до этого танцевал. И когда ко мне обратился худрук на тот момент балета Большого театра Алексей Фадеичев с предложением говорит, Геннадий, а не хотели бы вы приготовить Фею Карабос? А я мечтал с 10 лет. Ну, не с 10, наверное, с 12, когда первый раз увидел эту партию в Большом театре. Боже, какая! О, какая роль! Вот. И я так сказал, что если это шутка, то она очень жестокая шутка, потому что это партия моей мечты. и совершенно никак не предполагал, что я до этого такой был, знаете, это улыбчивая милаха, вдруг мне доверят такую серьезную роль, совершенно альтернативную и не похожую ни на что до того момента. Но, тем не менее, эту роль мне удалось сделать достаточно хорошо и не скрою. И вот, например, если меня слушают мои коллеги, начинающие особенно, никогда не надо пытаться сделать что-то по-своему в устоявшихся ролях. Сделайте сначала точную копию. Если вам удастся сделать точную копию с хорошего оригинала, потом она может обрастать уже чем-то более достойным от вашего внутреннего состояния. Я начал с того, что я выбрал хороший оригинал и сделал очень точную, достойную копию. А как вы относитесь к тому, что Фея Карабос также исполняет и девушке? По крайней мере, у нас в постановке это исполняется женская партия. Есть несколько направлений трактовок этой партии. Например, в версии, которая тогда шла в Большом театре и идет до сих пор в других костюмах, это версия Григоровича. Там было классическое толкование этой роли. Почему эту роль плохо исполняют женщины? Могу сказать однозначно. Женщины не могут сделать из себя старую, горбатую, уродку. Они все время подкладывают какую-то подоплеку, что это бывшая красавица, что она была когда-то влюблена, но потом вдруг охромела, но она до сих пор красавица. Ну и выходит красавица, и что мне смотреть на красавицу, когда ты... Знаете, какой замечательный случай был? Один актер из моих коллег не так давно вводился в эту роль. Ему сделали красивый грим, какие-то там мушки, глазки, реснички. Он пришел на сцену разогреваться перед премьерой, проверять на сцене. Его увидел Григорович, говорит, что с вами? Почему вы сделали из себя красотку? Это старая корга, ну-ка быстро перегримироваться. Вот вам ответ на вопрос, почему это не могут быть девушки. Я не знаю ни одной артистки, которая, исполняя роль феи Карабос, Мэтш, какой-то старой матушки, нарисовала на себя старый дряхлый грим, сделалась горбуньей и хромоножкой. Ну наш Владимир Алексеевич говорит, что зло не стареет, и фея зла тоже не стареет. А что ему остается делать? Он уже отдал эту женщину. Так вот, и еще пару слов о любимых ролях. Это было в начале пути. Потом появилось замечательная роль, которая называлась Модест Алексеевич в балете Анюта. Ну там вообще, там прям обыграйся и обтанцуйся. Знаете, как до сих пор, когда я сейчас занимаюсь репетиторской деятельностью, и в Большом театре в скорости будет возобновлен этот спектакль. Я готовлю несколько актеров на роль Модеста Алексеевича. Как же сейчас всплывает все, что говорили старые преподаватели? Вот, например, есть место, где Раиса Степана Стручкова всегда просила чуть-чуть перестоять. И знаете, вот сколько я танцевал в этом месте, в этом поворотике, я всегда думаю, в честь Раиси Степаны перестаю. Кстати, в «Фее Карабоса» у меня есть божество, один от Марина Семеновой, Марина Тимофеевна Великой, один из них. Это когда принцесса Аврора помрет и уйдет в могилу. А второй взгляд на собравшихся от Григоровича. Вот, это прям очень дорожу, очень их помню. Это такое было откровение. Знаете, когда вот тебе показывают это прям вот в десятку, вот прям вот совсем, так как надо. Можно только скопировать, не надо ничего искать. Вот, так что Модест Алексеевич, конечно же, входит в перечень этих любимых ролей. Потом появилась роль гармониста. Подошел в возраст, когда интересно было бы сделать что-то такое а-ля «Герой-любовник», но поскольку мое амплуа не подразумевало таких ролей, то интересно было сделать пародию на это. Поэтому сейчас, когда я тоже готовлю с ребятами эту партию, я говорю, сделайте так, чтобы это было смешно, чтобы ваши заигрывания с барышней были смешными, чтобы в зале это вызывало смех. При этом делайте это крайне серьезно. Только так можно добиться успеха. А потом появился, например, капеллиус в капеллии. Очень всегда было интересно сыграть человека, если так не сказать, со странностями. Знаете, как это вот, чтобы сделать это, чтобы было похоже, вообще, вот тоже такой урок для будущих поколений. Никогда не надо играть, вот, свои чувства вкладывать в то, что ты играешь. Это наше ремесло. Мы должны очень хорошо изображать чувства. Это придумано не мной, это придумано, это сказано многими моими старшими коллегами, писателями, вот, Сомерсет Моэм, театр, замечательный фрагмент, когда Джулия Лэмберт вложила всю свою душу и была ужасна в этой роли. Вот, поэтому нельзя, знаете, когда ты актер играешь, особенно каких-то исторических персонажей, нельзя надолго входить в этот коридор. Ведь же приходится играть очень неоднозначных персонажей, нельзя заигрываться. Вот у меня есть такие в моем репертуаре партии, например, Король Людовик XVI, совсем неоднозначная и довольно трагическая, трагичная, трагическая личность. Нельзя заигрываться в это, нельзя играть долго короля. Ты сыграл, до свидания, снял грим, тут же, а ты из этого выходи, иначе есть тонкости. Геннадий, вы исполнили партию гармониста из балета «Светлый ручей» Дмитрия Шостаковича, за который, кстати, получили золотую маску. Конечно, все мы помним немного трагическую историю этого балета, как спустя столько лет приняла московская публика этот спектакль. Да, ну, во-первых, для меня до сих пор, я искрою, я не очень глубоко изучал историю вот этого разгрома тогдашнего 37-го, 36-го года, да. Я не очень понимаю, как можно было эту музыку назвать фальшью, потому что, например, Алексей Ратманский, мой большой друг и одноклассник в прошлом, когда он стал худруком балета, я тогда был заведующим балетной труппой. Мы очень много работали вместе и он как раз пришел с этой идеей поставить балет «Светлый ручей». Ну, до своего прихода в Большой театр в качестве худрука, собственно, поэтому его и позвали после удачной премьеры «Светлого ручья». Он говорит, вот хочу поставить балет на музыку Шостаковича. Ну, каждый околомузыкальный человек, вроде меня, знает, что Шостакович это довольно непростая музыка, далекая от донсантности и привычной танцевальности. И как под нее можно поставить еще и комические балет. И Алексей мне дал послушать немного этой музыки. Боже, это были привычные польки, галопы и вальсы. И это было настолько мило, я говорю, какая прелесть, конечно же, надо ставить срочно. И если говорить об успехе этого балета в постановке Алексея, то она была предопределена, во-первых, комических балетов очень мало. Это очень редкий жанр. И попробуйте без слов сделать так, чтобы было смешно, чтобы не перейти на клоунаду. Надо отдать должное Алексею, он обладает вот этим тонким чувством юмора, балетного юмора, который смешон не только нам изнутри, нам, артистам балета, но и в зале. Публика тоже смеется. И до сих пор этот балет идет с большим успехом и один из самых востребованных на сцене Большого театра. Расскажите, как вам предложили стать ведущим передачи «Абсолютный слух»? С чего начиналась эта история? «Абсолютный слух»? Есть такое страшное слово «Кастинг». Я прошел кастинг. На роль ведущего в этой программе пробовалось несколько довольно серьезных моих коллег в том числе. Большое спасибо, что выбрали меня, за что я очень благодарен телеканалу «Культура», его генеральному директору и всем остальным, кто принимал это решение. И вот уже более 10 лет эта программа пользуется очень высокими рейтингами и я очень горжусь, что имею непосредственное отношение к этой программе. Потому что она изначально создавалась для людей, которые и так почти все знают. И чтобы удивить аудиторию, которая так подкована, как подкована часто аудитория программы телеканала «Культура», очень непросто. И, например, вот сейчас уже более 13 лет эта программа выходит практически раз в неделю в течение года. Я не помню точное количество сюжетов, которые сделаны, но оно колоссально. И оно настолько разное. И понимаете, если легко делать сюжет про выдающихся актеров, режиссеров, композиторов, это же телевизор. Это же надо сопровождать каким-то видеорядом. Это не просто рассказ. И не всегда, и далеко не о всех есть достаточное количество материалов и очень даже выдающихся интересных людей. Ну вот, и тем ценнее, например, такие сюжеты, которые могут вызвать улыбку, например, сюжеты про песенки известные. Как кто? А именно, цыпленок жареный, по улицам ходила большая крокодила, крутится, вертится шарф голубой. Вот попробуйте сделать на таком произведении интересный сюжет. А как правило, сюжеты крайне интересные и захватывающие, поскольку все их знают, эти песенки, но никто не знает откуда и как. Более того, вот, например, до сходу скажу, крутится, вертится, что голубой? Шар. Шарф. Все мы считаем, и я в том числе считал, что это шар голубой. Думаю, какой там шар голубой, какие были надувные шарики в то время, что он там крутится. Шарф голубой крутится. Это совершенно все меняет. Вот видите, как даже вот такой нюанс легкий. А сложно ли было работать вам в новом амплуа, уже ведущего? Очень сложно. Это совершенно другая работа. И вот до сих пор даже я сталкиваюсь с тем, как, например, знаете, такое понятие, как правильно дышать. В балете главное, чтобы твоего дыхания не было видно. И вдыхать приходится только там через нос, да, как правило. Чтобы никак не менялась диафрагма. А это крайне долго и шумно достаточно. А здесь это должно происходить незаметно, довольно быстро набирать воздух. Да никогда об этом не задумываешься, когда говоришь. А вот на съемках с этим все время сталкиваешься и слышишь только свои какие-то глупые вздохи часто. Но там есть возможность переписать. Сейчас тоже, если что, есть возможность переписать. Я просто вот не в обиду всем балетам заметила, что не все люди и балеты могут хорошо говорить. Вы говорите просто отлично. Спасибо большое. Вы много читали или вы много смотрели, с вами занимались. Вот расскажите об этом тоже. Ну, безусловно, я пошел к преподавателю, потому что любая говорильня вне камеры это одно, а когда звучит знаменитое слово мотор либо хлопок, это все. Все, ты забываешь, ты становишься непривычным для себя, начинаешь какую-то интонацию говорить какими-то глупыми словами. Вот чтобы этого не происходило, как правильно, конечно, безусловно, должна быть помощь профессионала, как в любом деле. Либо я бы долго это искал, либо делал бы что-то не то. И сейчас уже там имею, хоть и небольшой, но все-таки опыт, я сразу вижу, что хорошо, что плохо, чем-то восхищаюсь. Где-то вижу какой-то природный дар, где-то вижу прекрасную работу. Это не просто так, это не сходу, это не только Божий дар. Вот вы тогда почувствовали свою предрасположенность конферансье, деятельности конферансье, когда стали ведущим. Не могу сказать, что конферансье, вот как-то я думал, быть конферансье, но это одна из возможностей общения, почему я от нее никогда не отказываюсь. И более того, вот, например, на Нуреевском фестивале меня пригласили в этом году быть ведущим и предварять спектакли. Я, например, выбрал такую в этом году тактику, я рассказываю публике то, что, как мне кажется, интереснее слушать. Понимаете, изначально зрители пришли в театр не для того, чтобы послушать, как я интересно рассказываю про балет. И кто была первой исполнительницей, в каком году она пришла, в каком ушла. Да я могу развести тут малину на полчаса со всеми фамилиями, явками и паролями. Но это же сразу все, все заскучают и будут только ждать, госпит, скорее бы он ушел. Вздыхать и думать про себя, как писал Александр Сергеевич Пушкин. Вот, поэтому я пошел таким путем, что я рассказываю, пытаюсь, стараюсь, да, выбрать темы, которые, как мне кажется, очень интересно зрителям, которые пришли на балет. Но они, может быть, не всегда напрямую связаны с тем спектаклем, который вот сейчас увидят. Они все равно его увидят, что про него рассказывать. Вот он сейчас будет. Через полчаса все, сами увидитесь. Так что пытаюсь рассказать то, что они точно совершенно не прочитают в программке и там вряд ли будут рыться, чтобы это узнали. Ну или точно не увидят ведущего, который прямо на сцене во время разговора крутит фуэте. Ой, да, фуэте на сцене это было мое ноу-хау. Думаю, что бы такое сделать в балете, где впервые так прозвучало 32 фуэте? А давай-ка, я говорю, покажу это все живьем. Чем ждать до третьего акта, пока это будет делать прямо балерина? Это было здорово. Спасибо. Поговорим немного о Казани и Нурильском фестивале. Вы помните свой первый приезд в наш город? Первый приезд в Казани. Вы знаете, в Казани был на фестивале неоднократно, это совершенно точно, и все эти разы исполнял роль Модеста Алексеевича в балете Анюта. Это я расскажу потом еще отдельно пару слов. А, по-моему, мой первый приезд в Казани, я сейчас вот не могу точно сказать, но, по-моему, это было в прошлой жизни и еще в прошлом веке. И, по-моему, это был номер, который назывался «Танцовщики по неволе». Вот такой был номер в постановке Алексея Ратманского на музыку Краковяка из оперы «Иван Сусанин» «Иван Михайловича Глинки». Вот, по-моему, это был вот тогда был первый приезд. Но те приезды, знаете, когда работаешь артистом, любой приезд в другой город, это все должно быть очень быстро, потому что должен вернуться на работу. У тебя там свой спектакль, буквально ты с поезда либо с самолета станцевал, потом приехал, вернулся на свою сцену, а там тебя уже ждут с костюмом. Вот, поэтому оно не успеваешь уделить должного внимания и прочувствовать, так как это вот, например, сейчас, когда несколько дней в распоряжении. Неоднократно на нашем фестивале вы исполняли партию Модеста Алексеевича. Чем она для вас является? Балет «Анюта». Моя любимая роль Модеста Алексеевича. Она, знаете как, она такая очень вызревшая, да, очень... Я положил на нее много лет свои внутренние работы, да, и очень горжусь этой партией, несмотря на то, что она изначально сделала так, что там даже вот можно просто выйти с этим животом и уже будет достаточно весело. Ну и если исполнить всю хореографию, которая там положена, то уже будет, этого уже будет достаточно, да, это заслуга Владимира Ильича Васильева. Вот, но все-таки, как говорила Раневская в фильме драма по Чехову, но и моя капля меда есть в увлении. Это, конечно, выстраданные роли, очень много я уже сказал, да, я пытался в нее вложить. И, знаете как, очень интересно, вот сейчас бы мне хотел сказать пару слов о труппе Казанского театра. Поскольку неоднократно приезжаешь и по себе знаешь, что, ну, ты чужой здесь, да, ты приехал буквально на один-два дня, ты не успеваешь со всеми познакомиться, не успеваешь влиться в коллектив. И всегда ты там некое инородное тело, как правило, но не в Казанском театре. Это было всегда так удивительно, потому что я всегда чувствовал здесь поддержку труппы. Потом такой, например, нюанс, есть эпизод, когда Модест Алексеевич, уже получив орден от его сиятельства, танцует свою знаменитую вариацию, и дальше он появляется в департаменте среди своих сослуживцев, которые перед ним раскрывают папки. Он идет уже с видом генерала. И вот однажды в один из приездов ребята, не сказав мне ничего, я прохожу, они передо мной раскрывают папки, и у каждого в папке написано «Вы супер! Вы гений! Потрясающе!» Это, знаете, это так так неожиданно на сцене. Вот представляете, да, такая высота, я считаю, что это безусловная высота этой труппы, такой глубокий внутренний мир. Это потрясающе. Я очень тронут был, это прям вот трогает. Ну, если не до слез, я мужчина, не позволяю себе сильно расслабляться, то очень-очень трогает. Я видела, заметила, что вы еще с Артемом Беловым как-то хорошо общаетесь, наверное, тоже с тех времен, когда исполняли эту партию. Конечно же, Артем Белов, ну, безусловно, он человек очень артистичный, такой театральный, что называется, театральное животное. Да, он, с ним легко общаться, с ним говоришь сразу на одной волне, плюс он из тех актеров, которые предлагают как-то разнообразить роль, которую же он сто лет исполняет его съедительство, я сто двадцать лет исполняю Модеста Алексеевича. И, тем не менее, он предложил сделать немножечко разнообразить эту партию, внести какие-то нюансы, которые не меняют ничего радикально, но, тем не менее, каждый новый нюанс создает дополнительный эффект. Знаете, как ты начинаешь больше нервничать, чтобы получилось так, как ты задумал. А ты же это не отрепетировал, это почти экспромт. Вот это создает такой дополнительный нерв на сцене. Не хотелось ли вам выйти в этот раз в Анюте на сцену, когда вы видели, как выступают артисты? Может, что-то защемило внутри, в сердечке? Это очень страшный момент для любого актера, безусловно, для артиста балета, да, это окончание танцевальной карьеры. И вот я готовил себя практически с первого года прихода в театр, что когда-то настанет момент, когда не ты выйдешь в этой партии. И я его прошел довольно легко. Но, во-первых, не скрою, я довольно вот так вот, слава богу, сложилась судьба, что я еще до сих пор выхожу на сцене, имею это счастье, выхожу на сцену как артист, в качестве артиста. Но от роли Модеста Алексеевича даже в Большом театре. Я в этом году отказался сознательно, прям пришел и сказал, несмотря на то, что я в форме, я еще до сих пор танцую, и весьма вероятно, что справился с этой ролью тоже, но я пришел и отказался в пользу нового поколения, потому что считаю, что, конечно же, уже выросли другие актеры, которым тоже надо проявить себя в этой партии. А что бы вы пожелали начинающим танцовщикам? Не изобретать велосипед и быть верным профессии, вот так это пафосно звучит, но быть верным профессии, если ты хочешь чего-то добиться, то это, безусловно, это ограничение в том всем, в пятом-десятом, начиная с еды, как ни крути. Я не знаю, артист, который может себе позволить поесть как следует перед спектаклем. Ну нет, конечно, а хочется, знаете, как хочется. Поэтому и очень здорово, если вам повезет с наставником. Наставник в балете это очень большой процент успешности и быстрого становления, быстрого взросления в профессии. И то, к чему ты можешь перейти лет через 15, а уже опа, вам говорят, ну, спасибо большое, до свидания, было хорошо. А ты только понял, чего от тебя хотели. Так вот, если повезет с наставником, то это можно понять гораздо раньше. А вам повезло с наставником? Я работал среди такого количества, вот даже если не в буквальном смысле, да, то я работал, просто перечисляю фамилии, Семенова, Уланова, Стручкова, Максимова, Васильев, Лавровский, Бессмертного, Григорович. То есть, если у тебя хватает мозгов брать отовсюду понемножку, да, даже один взгляд, даже одно какое-то замечание, которое обронил кто-то, из них. Это уже достаточно, если включить вовремя мозг, этого достаточно, чтобы воспринять это как себе в копилку и на пользу. Вернемся к нашему фестивалю. Фестиваль носит имя выдающегося танцовщика Рудольфа Нуриева. Как вы относитесь к его творчеству? Рудольф Нуриев, ну, безусловно, это, конечно, явление в балете в балете и как личность яркая. До сих пор он, конечно, вызывает много разговоров вокруг себя. И, конечно же, как вокруг любой неординарной личности, вокруг него есть большое количество его почитателей, которые считают его гением, и большое количество людей, которые не считают его гением. Но, безусловно, конечно же, он стоит в одном ряду с такими великими именами в балете, как Майя Плесецкая, Владимир Васильев, Михаил Барышников. Конечно же, да. Геннадий, что бы вы пожелали нашему фестивалю? Фестиваль Нуриева в Казани. Я с таким почти благоговением произношу вот каждый вечер перед спектаклем 35-й международный фестиваль. Это же совершенно неслыхно и практически ежегодный. Это невероятно. Так долго держать эту планку, эту марку. И я считаю, что во многом это заслуга не только труппы, которые держат этот удар. Это же надо ежедневно выходить в разных спектаклях. Устал ты, не устал. Даже если слегка меняются солисты, то кордебалет один и тот же. И вчера вы станцевали «Лебединое озеро», а сегодня этим же девушкам танцевать «Тени в Байдерге». Это крайне все тяжело. И, конечно же, Владимир Алексеевич Яковлев. Держать труппу столько лет, фестиваль на такой высоте, в таких, в хорошем смысле, в ежовых рукавицах. Я же много езжу по России, да, и наблюдаю разные театры, и хочу сказать совершенно вот как, ну, не в качестве дешевого комплимента Казанскому театру, но Казанский театр один из тех театров, где до сих пор не только фестиваль, но и балет вообще находится на очень-очень высоком уровне. Удержать это не в столичном театре, я представляю, чего это стоит. Конечно, это заслуга Владимира Алексеевича, в том числе, который положил большую часть своей жизни на этот театр. А как это могло быть по-другому? И при том, что, ну, если там Москва, да, брать Москву и Петербург, это исторические те виды искусства, которые там родились, создавались, и дальше перешло это по наследству Советскому Союзу и так далее, то в Казани это как бы такой привитой вид искусства, и держится он до сих пор, сохраняется на очень-очень высоком уровне. Так что, труппа, браво, браво, браво. Благодарю вас за прекрасную беседу, надеюсь и верю, что в следующем году мы вновь вас увидим на нашей сцене. Желаю вам всего самого наилучшего и, конечно же, творческих успехов. Спасибо, Алина. До свидания. До свидания. Дорогие наши подписчики, зрители подкаста «Столица театра», мы благодарим вас за ваш отклик, отзывы и советы. Надеемся, что вы также будете ждать дальнейшие выпуски. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова